В детстве ребята любили просто кататься на велосипедах. И вот они выросли, но слезать с них не спешат. Ну это сравнительно молодой вид спорта. Вообще маунтинг-байк, горный велосипед, основан где-то не больше 20 лет назад, в том виде, который сейчас он представляет. Одна из его дисциплин, олимпийская, это кросс-кантри, езда по сильно переченой местности на байках, специально оборудован для этого велосипеда. Маунтинг-байк предназначен для езды по бездорожью, поэтому трассы как такого и нет. Но это не значит, что совершая прогулку на таком велосипеде, надо как огня опасаться ровных дорог. Горные велосипеды способны на все. Возрастных категорий у этого вида спорта нет. Главное – желание. А уж если оно имеется, надо знать, с чего начать. Первые этапы нужно купить велосипед и регулярно кататься, хотя бы по ровной дороге, без особых оврагов и серьезных подъемов, чтобы привык организм к нагрузкам таким, чтобы привыкло сердце и привыкли ноги. А потом все зависит от воображения. Чем ярче оно играет, тем экстремальнее становится катание. Так как дистанция включает большое количество поворотов, подъемов и спусков. Как и во многих других спортивных дисциплинах, бывают падения и травмы. Но их можно постараться избежать и без экипировки здесь не обойтись. Экипировка важна, безусловно. Шлем закрывает голову от удара, потому что падение на велосипеде, как правило, происходит головой вперед. И первым делом страдает голова. Были падения через руль на тренировках. То есть это все происходит неожиданно очень так. Единственный небольшой минус в этом спорте – это дорогостоящий инвентарь. И погоня за острыми ощущениями часто перевешивает желание сэкономить. Маунтинг-байк включен в олимпийскую программу. Соревнования проводятся и среди мужчин, и среди женщин. Калужанин Дмитрий Зубков участвовал во всероссийской многодневной велогонке «Трансбайкал» и занял первое место. А также показал лучший результат на велогонке «Трансальп». «Трансбайкал» – это пятидневная гонка по берегам этого озера. И до Германии в Альпах там проводятся серьезные соревнования, которые набирают более тысячи участников, потому что вся Европа сейчас на байках катается. Ощутимо поднять уровень адреналина в крови, пощекотать нервы, существует множество способов скрасить однообразную жизнь. Один из них – это маунтинг-байк. Как известно, кто не рискует, тот ничего не добьется. Ксения Иванова, Олег Карпухин для Легко.